Знакомства дали, какие-то знакомства фабрика? Да, дали, даже и личного характера. Вот, я нашла там своего близкого человека. С Вовой Борисенко мы там встретились, вот. И как-то, ну, у нас не было тогда моментов симпатий никаких. Скорее, это было больше просто приятная, милая дружба, знакомство. Вот, но для него это знакомство в тот момент стало зацепочкой, потому что он для себя, как мужчина, поставил себе определенную цель. И вот прошло 7 лет, и вот мы вместе. А когда вы начали встречаться? Года 3 назад. А, всего лишь года 3 назад? Да, да, то есть, ну, вот как-то так. 4 года переваривали? Ну, мы особо просто не, мы виделись на концертах всегда, когда что-то происходило очень важное. Вот я стояла в номинации на открытие года на одной из музыкальных премий ЮНА. После участвовала в отборе на Евровидении, прошла также тоже вот в полуфинал. Мне посчастливилось быть такими артистами, как Сенсей, Джамала, вот, с ними вместе поставить на сцене, вот, воплотить эту мечту в реальность. И, значит, тогда Вова меня просто поддерживал, как вот момент друга такого, брата, союзника, что ли. Да, и, собственно, мужчины всегда добиваются своих целей, это определенно. А мы уж принимаем решения. Это точно. Но вот если вспомнить фабрику, тогда же я помню братья Борисенко, это же, вот как сейчас Мэллоуин или, там, Винник, я помню, были просто толпы фанаток. А у тебя какие-то вызывали ревности? Или вот ты спустя время ревновала? Нет, ни в коем случае. Просто я, наоборот, наслаждаюсь тем, как, допустим, мы можем где-то вместе вот гулять, и подойдет какая-то очень красивая девушка, такая вот, ну, вот с горящими глазами подойдет к нему и скажет, Вова, здравствуйте, я на ваших песнях выросла. И это так сразу очень мило, приятно, то есть, наоборот, очень здорово от того, что ценят твоего человека, да, вот не только ты видишь его старания, труды, творчество, развитие, это очень круто. А Вова не ревнует? Вот множество есть клипов с красивыми мужчинами. Ну, тут есть момент, что после того, как мы с Вовой уже вот были вместе, был один из таких завершающих этапов, я снимала клип «Родные люди», я там должна была быть в истории с парнем, и мы целовались. У нас даже одна была такая более-менее откровенная сцена, естественно, ну, как у актеров. Вот, ну, и мы пересекались как-то в жизни, но Вова так стремительно попросил отказаться от этого контакта, вот, и впредь не сниматься в таких love story. Ну, на самом деле, я тоже это принимаю, понимаю. С тех пор у меня и девочки появились в коллективе, мы теперь выезжаем уже не с командой моих музыкантов, вот, не скажу, что это повлияло, так сказать, на мою вот момент, да, понимание, что, скорее всего, нужны тогда девчонки в коллективе, вот, но у них, кстати, в коллективе тоже есть Малина, она девочка, которая танцует тверк, такая очень вкусная во всех вот смыслах своего образа девочка, интересная, красивая, милая, и вместе с этим они часто тоже проводят время вместе, и я ее обожаю, люблю, так же, как и я с музыкантами могу с вами выезжать, у меня в коллективе я одна девочка, вот, с остальными мальчишки, и звукорежиссер, гитарист, барабанщик, вот, в этом нет ничего. А что у Вова в творческой жизни? А давай сейчас вспомним, вот так много всего происходит, что я как-то тоже не успеваю это все переваривать. Последний, вот такой один из треков вместе с клипом, была песня-композиция «Адреналин», такая очень моя любимая, мне она сразу невероятно понравилась. Естественно, мы как люди из творческой деятельности, ну и плюс в отношениях, первому, кому покажем, это друг другу. Ну что скажешь? А что думаешь по поводу вот этих звуков? А быть может здесь прописать барабаны, а тут гитарку? Вот, естественно, мы советуемся друг с другом. И вот после «Адреналина», пока еще клип не снят на песню, забыла, как она называется, могу только напеть, но... О, прости. Нет, боюсь, я сейчас там неправильные слова скажу. Вот. Ну, в общем, очень... А, «Моя королева», да, песня про королеву, то есть о том, как мальчиш, ну да, вот мужчина может превозносить свою любимую и порой даже не замечать в ней каких-то нюансов, да, и это самое замечательное. Вот говорят, любовь ослепляет, но она всегда может быть очень разумной, и ты всегда можешь вновь и вновь сполна вот наслаждаться человеком, вспоминая вот эту вот первую нить вашего знакомства, это круто. Вообще два творческих человека в отношениях говорят, что один должен немножечко приземлять. Кто у вас приземляет? Ну, Вова у нас мужчина, и он зарабатывает в основном, потому что я всегда это творческий персонаж, я могу загореться идеей, Вова меня всегда поддерживает в плане, так сказать, опустит на землю, даст какую-то структуру, навык администраторских вот каких-то моментов. У нас есть проект совместный, называется «По следам шаманов». Долгий период времени в своей жизни я путешествовала самостоятельно, дабы после собирать группы в подобные такие необычные путешествия, так называемый психотуризм, когда у каждого человека есть свой квест, своя программа, решение конфликтов, задач, запросов. И я вот так долго в этом существую, а потом появился Вова и говорит, «Слушай, ну ты для этого реально ничего не делаешь, ты только фантазируешь и мечтаешь. Вперед, давай писать сайт». «Ой, я не знаю, а какой цвет-то должен быть, шелченький или розовенький?» «Плевать, какой цвет, садись, пиши программы». И я сажусь ночью, завариваю себе чай, вот, все конспектирую, после он все складывает на сайт, то есть как бы вот с имением Вовки в моей жизни у меня появились руки такие, потому что много идей, все хочется сделать, сегодня это, завтра вот в то. Но есть человек, ударит по сути, скажет, «Так, ты просто для этого не мечтай, а садись и пиши». Вот, мне это важно очень. Как ты сама относишься к браку? Как к формальности? Или видишь в этом какую-то детскую мечту у каждой девочки? А, ну, судя по тому, что много людей, кто вот работает в отрасли телеведущей, сказать, да, вот какой-то карьерой, да, и проводят разные мероприятия, из тех свадьб, на которых я побывала в качестве ведущей и артиста, собственно, тоже. Вот у меня не было наслаждения. Я растворяюсь, мне очень нравится этот праздник, но сама я о свадьбе никогда не мечтала. В моей жизни так происходило, что это даже в какой-то момент у меня была, ну, вот некая фобия. Для меня вот белое вот это вот громадное платье, это скорее там про какую-то зависимость, лишение свободы. Я очень свободолюбивый человек. И я это даже вот как-то на себе понимала. Знаешь, я меня как специально. Люди брали на роль невесты всегда. Во всех фильмах, короткометражных каких-то моментах, клипах мне всегда придумали, а давай, есть такая идея, гениаль, гениаль. Ты будешь невестой. Вот, как бы, вот это постоянно повторялось. Это страх я переживала уже энное количество раз на съемках, в журналах, везде. Вот, и я поняла, что я настолько наигралась в это, что я точно в своей жизни этого не хочу делать и иметь вот как-то так. То есть ты не ждешь предложения? Ну, да, если как бы я захочу, вот как-то думаю, что это все, ну, будет происходить. Но думаю, пока что об этом не стоит. Ну, как бы, что-то происходит, в общем, но пока я не имею права говорить. Я ничего не замечаю. Да. Спасибо. Спасибо.